Очаков ТВ представляет О, вы в наушниках У вас нет эхо, да? Есть очень слабенькое Не должно быть Очень слабенькое есть Но можно говорить Ну да, если вы из Киева А вы умеете разговаривать Без мата, без оскорблений Или нет? Да, у меня два высших Это, вы знаете Это ни о чем не говорить Ну да Если в детстве Бегал по дворам Ни о чем Я в детстве тоже бегал по дворам Но я не люблю мат, например Ну, я Слушай, я люблю Но воздерживаюсь Вот, очень хорошо Вы из какого города? В Екатеринбург А, вы из Екатеринбурга Люблю Открывает эту информацию? Да нет, как раз наоборот У нас все на слуху Все в СМИ печатают Нефтебаза горит В Новгородской области Завод горит Все знаем А танки в Белгородской области Это не говорят вам, наверное, да? Нет, про ваши танки говорят Бентли, которые у вас Я их называю Тоже горят Нет, сейчас танки Граждане России Вооруженные Сейчас ведут Борьбу с Путинским режимом Это их декларация Они декларируют, что они Пришли свергать путинский режим Ну, я помню Слушайте Я помню Власова такого Ну, хотел свергнуть Коммунистическую партию Советский Союз И чего из этого вышло? Помнишь? Да, да, конечно Конечно помню Ну, то есть Вы такой Вы за Советский Союз Какая-то там Свободная Россия Че они там Ну, это же А вы сторонник? Вы сторонник Советского Союза? Да, сторонник Хотели бы Ну, чтобы Ваша страна вернулась В Советский Союз? Нет, не хотел бы А как вы его сторонник? Ну, не хотели бы Что-то нелогично как-то Да, потому что Когда он распался Я не хочу Снова кормить Латвию Литву Эстонию Грузию Я не хочу Кормить Ну, Латвию Литву Эстонию Нет, не хочу А в чем же тогда Вы были сторонником Советского Союза? Или вы были сторонником Сторонником? Подождите Или вы были сторонником Когда он существовал Да Или вы были сторонником Советского строя? Может быть, вы путаете? Нет? Да нет А вы сторонник Советского строя? Не-не-не-не Советский строй Да В Советском строе Я ел черную икру Красную икру Понятно Но Не хочу Больше А что, вы были Партийным работником Что-ли Что вы кушали Черную и красную икру? Нет Не был партийным работником А кем? Ну С какой целью спрашиваешь? Ну кем вы работали? Ну интересно Что вы стесняетесь Сказать кем вы были? Да какая разница Как это какая разница? Если я скажу Кем я работал Вы же не поймете Все равно А кто вам сказал? Я такой же Я такой же Рожденный в Советском Союзе Человек Как и вы Как это я не понимаю? Я Могу только одно Одно сказать Был при кормушке Все Заходил с черного хода А то есть мы По блату По блату были у вас Ходы куда доходить? По блату И вы считали это нормально? Ну в то время да А сегодняшнее время Как вы относитесь К коррумпированности Российской власти? Просто я Вот Мне 70 Просто Прожил жизнь На черной икре Ну понятно А то есть вы Как бы одобряете Сегодняшнюю коррупцию Российской власти Или нет? Я ее не вижу Коррупция Слушай Коррупцию я подразумеваю Вот когда Началась Приватизация Вот это была коррупция А сейчас все нормально Все окей Сейчас все окей Сейчас коррупции нет Да? Да есть она конечно Ну Че отрицать то? Нет нет Я имею в виду У нас же как Слушай Вот Почитай наши газеты В каждой газете Там Два-три материала Посадили кого-то За коррупцию За взятку Ну как нету то? Есть? Ну смотрите Если вы знаете Что вышло Очень много материалов Практически на каждого Почти без исключения Ваши все члены правительства Депутаты Министры В общем Представители мира Сяго Компрометирующих Вот так В открытом доступе Материалов То что например Зарплата там Ну образно говоря Там три тысячи долларов В месяц Или пять А он только на одного ребенка В Швейцарии На обучение Тратит там В два раза больше Чем он Чем весь его доход Понимаете? И никто Никогда Этим не занялся Вот этими Высшими чинами Как вы думаете? Почему? Слушай Вот Ваше утверждение Голословное Нахажи Это самое Покажи мне этот Один материал Покажи Назови Дату Заголовок Газета Или какой? Легко Сайт какой-то Легко 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 Смотрите Открываете Канал Навального Покойного Которого Путин убил Да мне Навальный Можно я договорю? Можно я Я же отвечаю на ваш вопрос Правильно? Вы сказали Показать Вы когда Откроете Можно я Закончу Мысль Нет? Так вот Когда вы Откроете Его ролики Превалирующее Большинство Его роликов То есть Процентов 95 Содержат В себе Конкретно Материал Выписки Из реестров Что вот Там На тещу Такого-то Депутата На Маму Такого-то Министра В общем Компромат Полный И никогда Ни один Следственный Орган В ту сторону Не посмотрел Потому что Они знают Что те воруют И им дают Воровать Или у вас Другое мнение Про Навального Вообще Не хочу Говорить Я понимаю Навалился Вот И ушел В могилу Поэтому Не надо Наваливаться Не надо Не надо На коррупцию Разоблачать Зачем Страна Которая Полностью Подстроена На коррупцию Зачем Ее изобличать Правильно Ну да Страну Которую Все разворовали Сейчас ведет Войну С такими Затратами Ну все Разворовали Ни копейки Нету А откуда Деньги Как откуда Нефть и газ Нефть Газ Никель Откуда А вы не знали А что не разворовали А вы думаете Вы сами Что-то производите Что-ли Ну да Производим Танки Самолеты Вертолеты Совершенно верно Хреновенькие Но в больших количествах Ну а откуда Деньги Зин А Откуда Нефть Газ Никель Еще раз повторяю И не только Никель У вас вся таблица Менделеева Вот именно Правильно Потому что Кроме того Чтобы добывать Из земли Вы ничего Не можете Не умеете И эти деньги Большая часть Разворовывается Ладно Ладно Давай С этим Согласимся Слушай Вот Наша страна По запасам Золота То есть В тоннах Какое место Занимает Я не знаю Но думаю Что Давайте я угадаю Первое Нет Нет Молодой Человек Нет А какое Второе После Индии Нет Не второе А какое Третье Нет Не третье А какое Тогда Я не понимаю Шестое Ничего себе Так Слабая страна У вас Получается Ну да Мы Все время Добываем Это золото А В первых местах Нас как-то Не видно А думаешь Кто первое Занимает Америка Америка Правильно А второй Разлучница Второй Китай Конечно Или Индия Кто Англия А третье Франция А четвертая Германия А пятая Италия А они Ни одного Грамма Золота Не добыли Кроме Америки Конечно Ни одного А откуда Буржуи Они просто Буржуи Понимаете Это буржуаз Да не буржуи Они колониалисты Бля Они колониалисты Колонию Они грабили Пятьсот лет Колонии Пятьсот лет Грабили Да Вот тут Я посмотрел Один этот Мультфильм По интернету Англия Англия Когда Инков Там завоевала Они Взяли в плен Этого Главного Инка И сказали Вот Шесть Тонн Золота Соберете Мы его Отдадим Тебе Ну Народу Инков Они собрали Они Блин Все равно Его расстреляли Инка Да Расстреляли Ну Главного Да Инка Да Это в каком Веке Было Ну Это было Наверное В 17 В 18 Веке А были Инки Да В 18 Веке Представляешь Франция Золотой Запас Больше Чем У России Вот Это Как Так Что У Германии Больше Германия Проиграла Войну А Золотой Запас У нее Больше Чем У России Так Что Вы Тут Можете Чуть Чуть Подумать И Сказать Ага Ага Вы Знаете Не хотел Вас Расстраивать Но Империя Инков Закончилась В 16 Веке Тут Вы Немножко Соврали Насчет Инков А Посмотрел По Компу Конечно Я Просто Века Как-то Не запомнил Ага То есть В 16 Веке Кто Вы Говорите Англичане Сказали Дайте 6 Тон Золота Да Да Я Тебе Просто Говорю 6 Тон А Может 600 Килограмм Тогда Не было Англичан Еще Там Вообще Вы Знаете Ну Может И Не было Я Образно Говорю Откуда Они Золото Для Чего Слушай Англия Откуда Золото У них Там Одна Рыба Вокруг Нет Просто Про Инков Вы Такую Ерунду Вот Я Специально Вам Конкретные Даты Говорю Что 1572 Году Государство Инков Прекратило Существование Понимаете А вы Сейчас Сказали Что В 18 Где-то Веке Или Или В 17 Пришли Пришли Злые Англичане И Сказали Ну Ка 6 Тон Золото Мы Будем Самой Богатой Страной А Мы Отдадим Вашего Главного Инка Ну Было Такое Было Верю Верю Конечно Было Конечно Было В 18 Веке Было Когда Уже Не Было Инков Согласен С вами Слушайте Вы Скажите Лучше Это Все Проза Поэзия Вот Скажите Что У вас Происходит Белгородская И Курская Областях Сейчас Танки Как Нормально А танки С непонятными Флагами Отбились Отмахались А танки Ездят С флагами Это Как С Не Распи С С Слушай Вот На Луне Тоже Были Флаг Американцев Ну и все Больше Нет Есть Почему Кто Он сказал Что нет Есть Ну Он там Был И есть Он там Был И есть Ну Ты был На Луне А танки То видят А ты Был В Белгороде А танки То видят Ну Ну Повидали Посмотрели Ну Хорошие Танки Фу Ну и все То есть У вас Сейчас Получается Там идет Гражданская Война Кто вам Скал Что Какая Гражданская Ты че Есть информация Что они там Закрепились И как раз Наоборот Расширяются Да ты что Сидят в окопах Выкопали Блиндажи Ну Как они Закрепились Я не знаю Блиндажи Окопы Ну так Если не знаешь Навряд ли Навряд ли Навряд ли Закрепляться Можно по другому Не обязательно Окопы И блиндажи Да Слушай Можно На самолете Какая гражданская Война Я вам объясню Потому что Граждане России Воюют Вашей российской Армией Понимаете Ну граждане России Ну пускай Воюют Ну вы Называете Это гражданская Войной Или нет Да какая Гражданская Война Когда граждане Одной страны Воюют Гражданами Своей же страны На 10 часов На территории На этой территории Называется Гражданская Война Да их там разбомбили вертолеты, самолеты. Кто вам это сказал? Кто вам это сказал? Ты в курсе, что там 300 человек потеряно? 300 тысяч, наверное. Вас обманули. 300 тысяч там потеряно. Да нет, я-то знаю. А командир этого легиона говорит, что даже раненых нет. Ну, может быть. А вы помните в мае прошлого года, когда вы уже ничего не могли сделать, кроме как осветить такие события? Тоже самое было, помните? Слушай, там стоит охват. Ну, подождите, дайте мне договорить. Вы мне не даете закончить фразу. В мае прошлого года, если я не ошибаюсь, тоже был массовый заход туда легионов российских. И ваши СМИ, в конце концов, вынуждены были это осветить. Подтянули туда грады, кинули туда это самое. Так вот там, насколько я помню, по-моему, даже я не помню, если был убитый один или два, может быть, и то я врать не буду, было несколько раненых. То есть они зашли, навели то, что должны были сделать, рекомендацировка местности, сфотографировались, чтобы показать, что да, это ваши такие границы гнилые, и спокойненько отодвинулись назад. А сейчас снова пришли, и говорят, что будут это делать регулярно, и чем дальше, тем больше. Да, но сейчас уже с танками пришли, а тогда-то без танков приходили. Да какая разница? Разница очень большая. А что самолеты-то не подтянули, а? Какие самолеты? Самолеты-то не подтянули, а в 16. А где они возьмут самолеты? Ну, я куда знаю. Это за российский легион, где он возьмет самолеты? Ну, танки-то где-то взяли. Танки в Вейнторге продаются, самолеты же не продаются в Вейнторге. А-а-а. Тем более в 16-е, они в Вейнторге не продаются. А что танки с погонами? Ну, я не знаю, погонами или нет. А? Не знаю. Ну, погоны есть на танках? Кресты, может быть. Погоны? Я никогда не видел погон на танках, а вы видели? Ну, я кресты видел. Ну, на леопардах есть кресты, потому что немецкий танк. Это же логично, правда? А-а-а. Что а-а-а? И немецкий крест фашистский. Почему фашистский? Фашистский это смастика. Ну, а как? А крест это немецкий символ до сих пор, да. А-а-а. Символ страны, конечно. Вы не знали об этом? Для вас, для вас... Подождите, подождите, а у вас люди, которые носят православный крестик тоже? Тоже фашисты, да? Нет, слушай. Вы под крестами воюете под немецкими? Так вы с крестами на теле воюете. Те ваши православные с крестами на теле. А, а это тот, да? Ты посмотри. А это тот? А какой тот? А какой тот? Вот тот-то тот. Давайте воюйте под немецкими крестами. Слушайте, а какие у вас два высших образования? Мне осталось впечатление, что у вас даже одного нет законченного. Какие у вас два высших образования? Можете обозначить? Или постесняетесь назвать их? Слушай, с какой целью спрашиваю? А, ну, понятно. Два высших образования. Стесняетесь? Стесняетесь назвать своих два высших образования? Да мне это не надо и ни к чему. Так вам не надо. Мне это надо. Ну, расскажите, что вы стесняетесь? Ну, если надо, посмотри. Два высших. Куда посмотреть? Покажите диплом, я посмотрю. Ага. А паспорт не надо показать? Нет, просто скажите, какие у вас два высших образования? Я же тебе спросил, с какой целью? Ну, чтобы вам ткнуть сейчас в вашу ложь, в вашу ложь ткнуть в ваше же лицо, понимаете? Нет у вас никаких образований, тем более двух. Это же видно по вам, понимаете? По разговору видно. По разговору? Конечно. Нет, нет, я не исключаю. Вы могли заочно, знаете, как заочники учились? То есть ящик коньяка преподавателем на сессию. Все. И в конце диплом. То есть книжечка вот такая там. А как даже вверх ногами, вы не знаете, где ноги, а где голова у этого диплома. Вот такое, таких два высших образования, ладно, я допускаю, даже восемь. Которые в переходе сейчас у вас там в России покупают. Вот такие у вас два высших образования, да? А вот, знаешь, я образование проверяю только в одном вопросе. Два плюс два умножить на два, все. И вы считаете, что человеку для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно иметь два высших образования? Нет, не два. Одно, да? Хотя бы десять классов школы. Да не десять классов. Два плюс два умножить на два, это вам в четвертом классе учат, если я не ошибаюсь. Ну, может быть. Я уже не помню. Да, конечно, вы не помните. Вы стесняетесь сказать, какое у вас образование. Потому что я вам задам элементарный вопрос из той сферы, которую вы озвучите, и вы поплывете. И я вас поймаю на лжи. Поэтому вы стесняетесь назвать ваших два высших образования. Ладно. Верим, не верим, проверять не будем. Что-то я и не сомневался. Ладно. Давайте. По крайней мере, спасибо, что хоть не ругались матом, и не орали, и не оскорбляли. Два высших. И вам все благ. Все, пока. Два высших. Так мы и назовем. Этот ролик. Вот такие вот два высших, друзья. Опять же, образование, я еще раз повторю, это не есть признак большого ума, или признак высокого уровня интеллекта, или там уровня интеллигенции, там, ну и так далее. Точно так же, как отсутствие образования, совершенно не означает отсутствие тех признаков, которые я перечислил. То есть ума, интеллекта, интеллигентность. То есть образование, это не есть панацея от... от бескультуре, да, в первую очередь, скажем. Но он соврал, конечно. Ну так. Я как человек-рентген это утверждаю. Все, давайте, друзья, пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин